В общем, у нас без приключений не обошлось. Никто не поверит, что мы делали. Точнее, я. А все на меня смотрели. В общем, нам дали две карточки от номера. Оксана свою вставила, а я свою положила в карман. Сейчас стали выходить, у меня в кармане карточки нет. А приходили два сотрудника, устанавливали кровать. Обыскала все. Сумку, кошелек. Но я помню, что я в карман клала. Никуда из номера еще не выходили. Карточки нет. В общем, полчаса, два раза перерывала сумку. Все смотрят на меня участливо, всю карточку потеряли. Неприятно. В общем, уже все думаем. Ну, наверное, скорее всего... Так у зала, кстати, приятно в коридоре. А, наверное, у них освежитель. Наверное, скорее всего, думаю, взяли, может быть, работники как-то. Я не знаю, какие еще варианты. Нету нигде. Оказывается, там, где я повесила свой пиджак, она у меня каким-то образом выпала из кармана и лежала на полу. То есть, уже я все смирилась с тем, что, ну ладно, нет карточки, все. Ну, вот исчезла она таинственным образом. В общем, ну, а мы идем кушать. Посмотрим, что здесь можно поесть. Вообще готовить. Посмотрим, какой первый лифт. Что-то или нет. То, что мне кажется, судя по всему, как будто пустая гостиница. Ну, она есть пустая. Ну, посмотрим сейчас. Пустились мы вниз. Значит, здесь внизу есть лобби-бар. Ну, кстати, здесь вот уже люди появились, так люди есть. В лобби-бар можно перекусить. Но там где-то сказали, гуси-лебеди по-моему, ресторан. Соблюдать дистанцию здесь пишут. Стоит точно так же антисептик для рук. И, ну, здесь чисто так вот перекусить какие-то пироженки. Макаронсы. Кофе попить, да. В качестве еды это не подходит. А чай стоит 180 рублей. Так, ладно, пойдемте посмотрим, где здесь ресторан. Идемте сами в ресторан, в бар. О, смотрите, здесь сауна есть. На 30 этаже. Если она сейчас рабочая вообще. Прикольно. Мам, я таки думала, что тут есть 30 этаж. А здесь, посмотрите, как интересно. Зеркала такие круглые. Здесь гуси-лебеди. Идемте в гуси-лебеди 24 часа. Пойдемте. А почему, интересно, так ресторан называется гуси-лебеди? Гуси-лебеди. Ваня, за что ты меня сейчас ударил? А? Не знаю. Пошли, смотри, вам, видишь, гуси-лебеди, как из сказки. Теперь гуси-лебеди. Пойдем, окунемся в сказку. Это меню? Ну да. А сколько у нас? Супчики есть? Вот суп. Больше 4 стола есть. Я хочу суп. Да ты не суп. Сейчас возьмем что-нибудь. Нет, не бургер. Котлеты там какие-то были в номере. Мы смотрим. Ну, бери, меню, пошли. Это не наше меню. Это не ваше меню, да? А это что-нибудь? Это не ваше меню. А, хорошо. Здесь, смотрите, такая есть сцена какая-то есть. Пойдемте выбирать место. Мест очень много. Давайте какой-нибудь видовой стол. Вот так вот. Смотрите. Уютно. Уютно, удобно. Давайте садимся. Занимай, Вань, место. Конечно, я займу. Есть? И ведь садимся. На кушку саду. В смысле? Ну, туда. Ага. Ну, давай. Так. Даже есть какое-то летнее предложение. Опа. Угу. Спасибо. Сезон лисичек. Салаты картофельные, горячие. А, это загреваемые все. Да. Цены здесь. Котлет по-киевски. Котлет по-киевски тебе? Да, потому что она на камеру обнимает. Знаете, что еще интересная такая установка стоит? Это, по-моему, как раз-таки какое-то обеззараживание, насколько я знаю. Постоянная работа в присутствии людей. Ну, вот какая-то такая лампа. Ну, вот я не знаю точно, сейчас можно у работника спросить, но, по-моему, что-то типа обеззараживания воздуха, скорее всего. Да. Мы так еще в ресторане не сидели, да? Вообще никого в округе. Мне говорят, Лен, ну почему вы постоянно смеетесь? Ну, очень не смешно, вот, на самом деле. Настроение отличное. Как короли считают, что как будто бы для нас заказан целый зал. И мне нравится, что велосипеды бесплатно, то есть покушали. Да, в Измайлово хотелось бы покататься. Сейчас Кристина, мы там в Измайлово на велосипедной дорожке. Нет, ну мы сейчас в Кремль идем, Оксана путает. Есть здесь Измайловский парк, он в другой стороне немножко находится. А есть Измайловский Кремль, он тоже в другой стороне находится. Сперва мы идем в Кремль. В общем, как бонус к тому, что мы здесь сидим одни, и нам тут же принесли чай, не прошло и двух минут. Вот, уже все заварено. Но, кстати, здесь хоть посмотрите, в отличие от Крыма, настоящий нормальный заваренный чай, а не пакетик, который плавает внизу и стоит точно так же 500 рублей. Смотрите, как интересно здесь сделано. Я сперва не поняла. Ваня, ну-ка, смотри. Видишь, торчит проволочка какая-то. Как ты думаешь, для чего это сделано? Чтобы не попадало этим. Что? Чтобы крупные. Чтобы, ага, представляете, это сеточка, чтобы вот так вот сделана сеточка, чтобы крупные кусочки не попадали вам в чашку. Чайник такой я бы для дома не отказалась бы купить. Это можно даже самому сделать. Самому такую сделать? Уже мы ждали этого события. Смотрите, какая здесь. Что тебе убрать, Ванечка? Что? Что тебе убрать? Вот это все. Картошку тебе убрать? Да? Я правильно тебя поняла? Значит, смотрите, здесь видите, какая подача. Подача здесь такая, что картошка идет в совокупности вместе с шницелем. Ваня так не привык. Сверху. А Ваня не привык. Да, Ваня ему нужно отдельно. У него, видите, раздельное питание. Но чай принесли очень быстро. А все остальное время, конечно... Это помидоры. Помидор тебе? А, я думала, тебе помидор тоже не устраивает. Давай нож и бери, режь. Подожди. Что? Это же картошечка. Что ты ее счищаешь? Картошка вкусная, вареная. Мелорусская. Какая? Мелорусская. Давай я тебе вот так вот чуть-чуть... Вкусно? Я еще не попробую. Ну, пробуй. Шницель. Все готовили специально для нас. Очень вкусно. Ну, минут 15-20, наверное, готовили. Такой шницель аппетитный. Да? Классный? Ну, Ванька, понимаете, это вот разные формы наггетсов, грубо говоря, вот этот шницель. Да, то есть просто... Ну, это не полезный, да. Почему не полезный? Это же курица. Ну, курица в этом... Немножко здесь, видишь. Кстати, было написано солеными огурцами. Что-то я здесь соленых огурцов-то не увидела. Слушай, а этот... Видишь, такие черри они? Нет, ну, это маленькие черри. Они разрезали на 4 части. Вот они получили. У меня соленых огурец, подожди. Где? Да нет, тут соленых нет огурцов. Со свежими сделали. Видимо, сегодня, наверное, соленых у них нет. Это летний вариант. Но я хочу сказать, что, видите, ресторанная еда, она чем отличается? Что подача, видите, какая. Что такая тарелочка интересная. Я хочу сказать, смотрите, вот у нас главный едок, который требовал еды. Вот он всегда так вот ест. Еще, говорит... А у меня тоже, я такой же едок. Я говорю, я как бы особо-то и есть не хотела. Ну, жирновато. Ну, жирновато, да, котлета. Нет, за счет того, что в масле его. В масле сильном, да. Ну, как бы... Не, она вкусная, но у меня уже желудок плохо переваривает. И еще не сравнится с наггетсами. Все-таки наггетсы вкуснее, по-твоему. Смотрите, на троих мы пообедали в ресторане. С учетом того, что взяли один чайник чая, куриные шницели с малосольными огурцами. Но не было здесь малосольных огурцов. И корзинка, да. Смотрите, мы заселились в гостинице Вега. Она, получается, расположена чуть дальше от Измайловского Кремля. Ближе к Измайловскому Кремлю расположена Гамма-Дельта. Ну, в принципе, как бы не важно. Это вопрос нескольких метров. Ну, если вдруг кто-то поедет по нашим стопам, что здесь отличается? Немного отличаются номера в этих гостиницах. Но мне кажется, все равно они где-то приблизительно все одинаковы. А может, попозже сходим на второй этаж? А что там на втором этаже? Мы на тридцатый попозже поедем. На тридцатый съездим, посмотрим. Ну, в общем, Вега, Альфа чуть дальше в стороне и Гамма-Дельта. Не, мне даже интересно взять такие цели на сауну. Если до стопли, то можно и в сауне посидеть. Ну, если будет свободно. Да. Я так и думала, что здесь есть тридцатый этаж. Огромные дали. А что тебя так радует, что тут тридцатый этаж? Кого-то бы... Нет, мы будем в Москва-Сити. А, Вань, ну тогда давай не вопрос. Ездим в Москва-Сити, если так хочется. Да, далеко. Вопросов-то нет. Там тоже есть гостиница в Москва-Сити. И можно там остановиться, если так хочешь. Очень удобно, считайте, что Альфа, что Вега, что Дельта. Вот от них напрямую вот так вот выходите. Поворачиваетесь и попадаете в сказочный городок. Может показаться со стороны, что это... Мама, до 26. ...какие-то старинные постройки. Но на самом деле это всё новострой. Это всё построили уже в наше время для нас. Для того, чтобы просто мы полюбовались вот этими вот красотами. Ваня говорит, чем это пахнет? Ваня, здесь, видимо, пасутся кони. Рядом где-то. О, кони. Точно. Ну а если мы вместе? Мы вместе. Конский запах ни с чем не спутаешь, да? Нет, ни с чем. Причём коней ещё не видно. Но мы уже знаем, что они где-то здесь рядом. А представляете, раньше, когда все на конях ездили? Ваня, представляешь, запах какой был? Здесь, да, продаются какие-то такие военные танчики и солдатики. Видела, какие продаются? Материал и бронзовый. У, бронзовый. Это значит, они стоят у Гу-го. Точно. Знаешь, сколько стоит вот этот маленький танчик? Пять тысяч рублей. Пять тысяч рублей. Интересно, а сколько сон? А знаешь, сколько стоит вот этот танк? Овощи не очень. Знаешь, сколько стоит он? Как твоя приставка, которую ты хочешь. Пять тысяч рублей. Двадцать пять. Новая. Приставка новая. Вот эта. Самый маленький полторы тысячи стоит. Нет, вот этот. Они точно такие. Наверное, одинаково. Вот, смотри. Вот что значит мальчишка, да, Оксан? Я бы мимо этих танков прошла. Мне на них вот как-то и неинтересно. А, вот он, этот храм, про который я вам рассказывала. Вот, вот, 46 метров высота этого деревянного храма. Храм святителя Николая. Пойдем посмотрим. Извечать местность. Там Ленин, по-моему, сидит. Вон там Ленин. Там парк живописи, если туда пойти. Ну, мы сейчас с вами все постепенно. Ленин умер. Ну, так там памятник Ленину, Ваня. Ты думаешь, там живой, что ли, сидит? Кот сидит. Кот сидит. Ваня, смотрите. Из вот всего, что здесь есть, заметила вот этого микроскопического кота. Когда мне кто-то писал про дневник, почему вы, мальчику, покупаете дневник с изображением кота. Вот он, Ленин и Горький, по всей видимости. Детский велосипед тех времен. А тут-то какой красивый вид открывается. Мир стекла. Это то, что делают из стекла. Мы открылись. Вход бесплатный. Ну, раз вход бесплатный, пойдем посмотрим, что там интересного. Барышни не останутся равнодушными. Кто любит какие-то такие интересные украшения. Видите? Сережечки с ежиками. Хочешь, Ваня, чтобы у мамы ежики такие были в ушах? Интересно. Это же вот сваленные из чего-то ежики-то. Здесь тоже какие-то такие. Интересно, вот эти вот штукки продаются. Ну, это, наверное, скорее всего, все продается. А зачем тебе? А, ну это просто украшения продаются здесь. Вот эти все авторские, видимо, украшения. Красивые. Это выставка, да? Выставка, продажа, да? Да. А что это за камень такой интересный? Вот какой-то. Что вы видите, это авторские бусины и стекла. А, стекло. Главное зеркозо, золото, нервы разные. То есть, получились такие маленькие красивые галактики. А, красиво, да. Образление также. Смотрите, как интересно. Все вручное. Так, Ванька, ну для мальчиков тут. Для мальчиков то, что ты хотела, то что ты хотела? Иголки вот эти вот, которые ты увидела? Нет. Нанюк увидел иголки. Ну, красиво. Вот это вот, Вань, там наверху, видишь, где колокола? Можно, по-моему, туда подняться и посмотреть оттуда. Только тут есть испытания для санта. Где ты здесь? А к сантам? Вот здесь, по-моему, смотровая есть. Пойдем наверх поднимемся. Мам, пошли сюда. Здесь какая-то женщина стоит. Скольптура женщин. Мы зашли в какие-то изделия, которые разные. Там ручная работа. Украшение, ручная работа. Я не знаю, что сейчас, как бы, ну, с одной стороны, мне очень жалко вот бизнес, что загибаете там. А с другой стороны, свободно. А с другой стороны, нет китайских туристов, которые здесь толпами ходят. Здесь очень много приезжают экскурсий. И поэтому сейчас вот уникальная возможность вот что-то поехать и посмотреть. Вот москвичам, допустим, кто ни разу не был, если... Вот у нас груша вот такая будет через лесные коллегки. Ух ты, груша супер. А это дом Бабы-Иги. Пойдемте поднимите. Где, где? Ну, это смотровая площадка вообще-то. Я думаю, надо подняться. Пойдем. Что такое марципан? Это вот такие всякие вкусняшки делают. А сверху покрывают марципаном. Марципановые пряники раньше были. Подарки, сладости. А, здесь мастер-класс. Можно сделать что-то, приготовить. А, вот смотри. Видишь, 600 рублей. Сладкие подарки из марципана. Вон, кота. Хочешь на память такого сделать себе? Нет. Не хочешь? Не хочешь. Не хочешь. А так здорово. А что это такое? Второй фор. Какой-то мы прошли, думали наверх попадем, а вышли. А вышли, мостик какой-то куда-то ведет. А, это вернисаж. Но здесь, видишь, все закрыто. Ваня, знаете, что обратила внимание? Говорит, это мама. Говорит, смотри, как флаг России здесь. Эти выкрашены колонны. Белый, красный, синий. Здесь мы попали уже практически все закрыто. Ваня, не бей по мне, пожалуйста. Зачем ты мне бьешь по мне? Что-то здесь ручной работы продается. Ну, и вообще, я так понимаю, что здесь обычно, в обычное время, да, когда тут все работает, все заполнено. А мы сейчас приехали. Уже что-то такое открыто, но немного. Ну, это шкатулки. Ну, шкатулки. Ну, шкатулку, ну, смотри, на память и пристать. Даже Сталин есть. Смотри, тут Россия. Из матрешек. Ладно, пойдем дальше. Ну, полторы тысячи, я посмотрела, матрешек одна стоит. Нет, ну, 650, они разные цены. 650, какая тебе нравится? Я вот эту посмотрела, вот. Ну, вот эта дорога, потому что они там будут разные. А-а-а, это одинаково. А здесь будет одинаково. Смотри, было бы, например, вот такую матрешечку, можно за 300 рублей, там 5 штучек. А, 5 штучек-то? Да. Просто они одинаковые, поэтому дешевле. Да, они вообще здесь все универсальные, смотри, с кошками какие-то. С матрешка-кошка. Ну, это обычно. Нет, это необычно. А, ну, это одна, наверное, штука. Всегда выбросил матрешку, но вот смотрите, вот эти вот, мне девушка разрешила любезно поснимать, посмотреть. Вот эти вот по 350 рублей матрешки, простые. А вот эти вот, которые уже такие, они как, получается, ручной работа, хотя они, наверное, все ручной работы. Ну, в общем, необычные, они уже все, конечно, дороже идут. Вот эти вот с котейками очень хорошенькие. Посмотри, какие интересные изделия, изделия. Ну, шахматы красивые, да? А наверху-то посмотри, какие эти матрешки. Колокольчики для Юры не хочешь провести? Он у тебя любитель колокольчиков. Дрелочки есть вот здесь, дрелочки есть еще вот здесь. Честно, не знаю. Вот такая вот красота. Ты такую потеряешь на раз-два-три, наверное, да? А вот это дорогие наборы или нет? Вот здесь те, которые за стеклом дорогие. Вот такой, например, будет стоить 1200, а вот такой будет стоить 3200. Цена обусловлена тем, что на маленькой бережной матрешке рисунок сохранен, и она хорошего уровня работает. Ну да, вот они, видите, какие. Ну, в общем, красивый ассортимент. Красивый, интересный. Спасибо. Ниже снимала вот эти оценки. Да, они все красивые, матрешки. И там они еще выставлены, на самом деле, у этой матрешки 2. Красивые. Сколько стоит такая? А, ну там высокая цена, по самому цене будет порядка 12 тысяч. У нас иностранцы богатые приезжают. Ну, приедут когда-нибудь. Сейчас я вам покажу, как это выглядит снаружи. Сумочки тоже такие вот эти продаются. Урочная работа. Наконец-таки, хоть я вижу, наверное, хозяйка, скорее всего, павильона. Кто не ругается, что тут снимают. Ну, вот сувенира. Сувенир написано. Ау. Я ее даже сейчас еще не открыл ни разу. А почему ты ее еще не открыл ни разу до сих пор? Что-то упущение какое-то. Дома будешь открывать? Не думаю, но в отеле. В общем, очень приятно здесь пообщались. Нет, она говорит, что я говорю, ну ничего, все будет хорошо. Она говорит, ну да, не война, и слава богу. Все приедется, все восстановится. Оксана, я знаю, что здесь я тебе помню, что рассказывала, жила я с девочкой на первом курсе в общежитии. У нее родители из Сергиев Посады. И вот они в Сергиев Посаде раскрашивали вот эти матрешки. Они за то время, пока раскрашивали, несколько квартир в Москве купили, дачу огромную в Сергиев Посаде отстроили. Вот все на вот этих вот матрешечках. Поэтому там, видели, 12 тысяч там матрешки стоят. Конечно, у них там мастерская дома была. Понятно, что это все работа, все это делать, продавать. Конечно, получали деньги, платили за место. Тут не все так просто. Конечно, я и не говорю, что просто. Но здесь раньше и место было получить очень непросто. Раньше. Я не знаю, как сейчас. Пойдемте сейчас к центру. Пойдемте, посмотрим-то. Хочется сверху со смотровой площадки посмотреть. Но как бы сейчас здесь, видите, уже практически ничего нет. Уже все, все, торговля закончилась. Если бы мы прошли по улице, мы бы купили на улице за 200 бы такие матрешки. Ну-ка, Ваня, достань твою. Такую же купил? Такую же. У меня только свеклана. Нет, покажи. Ну-ка, да я посмотрю. У Вани красивых таких, как у Вани, здесь нет. Так что я не куплю. Не-не, я хочу сказать, что если кто-то вдруг приедет сюда, то вот лучше на улице, видите, покупать. Потому что на улице цены ниже, чем в сувенирной лавке. А красивые-то какие вот здесь? Вот эти красивые. Вот эти мне вот нравятся, да? Кстати, за 400 классическая. Непонятно, да? Смотри, классическая. Классическая за 400. Может, у тебя классическая? А вот эти. Смотри, как они тоже одеваются. Матрёшка. Ну, в общем-то, как бы здесь, конечно, уже практически все поуходили. Но остались самые... А, вот смотри, заколочки есть по 250 рублей, такие под гжель. По 200 рублей. Здравствуйте. А с утра, да, на самом деле? По 150. А вы всё, на солнышке. Греетесь неохотно, уходите. Слушай, а может быть мне вот такую вот заколочку себе взять? Это как вообще, ручная работа или нет? Да, у нас письмо жесткое. Да, 150 рублей. Ну, сейчас я возьму таких, наверное, парочку себе заколочек. Это фабешен, прорезки, серёжки, кислотики. Это тоже какая-то ручная работа? Это Санкт-Петербург производство. А, Санкт-Петербург производство. Да, значит, фабешен. Очень интересный у вас ассортимент. Спасибо. Идём дальше. Ваня с матрёшкой. Мама с заколками. Кристина едет. Водитель у Кристины, забыл, идёшь. Но она ему что объяснила? Многие знают Измайловский парк. Я тоже Кристина посмотрела. Я тоже Кристина посмотрела. Измайловского... Кремля. Ну, а мы с вами уникальная возможность сегодня посмотреть без большого количества людей всё, что здесь есть, не толкаясь, потому что здесь обычно толкучка какая-то. Я одна в этом мире иду по Измайловскому Кремлю. Ты с нами идёшь. Вот она, это, Дельта. Где она там, никак заблудились? Они в Измайловский парк подъехали. Слушай, ну нам надо как-то сейчас Кристине велосипед выправить, чтобы по Измайловскому парку прокатиться. У нас велосипеды бесплатные нам. Отель предоставляет такую услугу. Бесплатные велосипеды. А может ты, Кристина, на багажник посадишь? Смотрите, Оксана. Ей сперва нужен был очень сильно платок. Она замёрзла. А теперь мне её отдаёт. В общем, докладываю. Музей игрушки закрыт. Бабушкин буфет закрыт. Ещё, в общем-то, не всё открыто. Ну, музей стекла, это не музей стекла. А, ну что-то кот открыт. В храм поднимемся, посмотрим. Деревянный храм здесь такой. Так, сейчас зайдём. А, вот светочки. Давай светочку возьмём сейчас. Это записочки можно оставлять. А вот светочки есть. Сейчас возьмём. Внутри очень-очень сильный запах такой ладана. Вот такой вот, да, храм. Это вообще, Ваня, удивительное дело, что здесь никого нет. Пойдём поставим с тобой свечку сейчас за здравие. Ну, слушайте, он за счёт того, что деревянный заползел здесь. Просто помрачительное. В общем, хотели сейчас с Ваней зайти вот в этот музей. В общем, музей старинных вещей. Лежат там какие-то, ну, уже старые-старые, там, машинки печатные. Вот такое всё. 300 рублей вход на одного человека. На ребёнка тоже 300 рублей. За 600 рублей на печатные машинки походить, посмотреть. Ну, как бы, Ване, это не особо интересно. В общем, практически в любой музей вход 300 рублей. И не все работают. В музее оружия, там одна комната, лежит оружие, тоже 300 рублей вход. Тоже с одного человека. Можно нас спрашивать? Что ты хочешь? Пряник. Какой ты хочешь опять пряник? Там напалась. Потом спустимся, сейчас купим. Сейчас сюда поднимемся наверх, посмотрим, что здесь. В общем, место для фото, я так поняла. Ну, честно, мне давно советовали здесь, сюда съездить. Ну, вот я посмотрела, красивые, да, постройки. Ну, вот так вот, в плане какого-то музейного фонда, да, найти что-то для себя удивительное. Не знаю, мне кажется, просто это вот рассчитано на то, что вы придете и будете просто оставлять и тратить здесь деньги. Ну, и вот этот вот домик, я не знаю, тоже здесь все вот закрыто. А, вон там жили-были, дом сказок какой-то, жили-были, не знаю, может быть, он открыт. А остальное все закрыто. Ну, вот как смотровая площадка, здесь можно сфотографироваться с красивым, необычным видом. Всегда не можем пройти мимо сосисок с Ваней. Вафли гонконгские тоже вот эти вот продаются здесь, мои вкусные. Но я их давно, конечно же, уже не ела. А Ваня без хот-догов не может. Любитель хот-догов. Ваня любитель хот-догов. Вот, знаете, ему самое главное вот выпросить. Ну, хот-дог-то, я думаю, что он съест. А вот в кафе в разных никогда ничего не доедает. В общем, вот так вот, дорогие друзья, прощаемся мы с этим замечательным местом. Ну, походили, погуляли, ну, вот так вот бы чисто ради... Сосиска в тесто закончили? Ради одного места я бы, наверное, не поехала. Не знаю, может быть, из-за того, что здесь половина закрыта сейчас. Но здесь рядом есть Измайловский парк. Вот это вот действительно удивительное место в том плане, что нравится мне он очень. Я там была несколько раз. И очень много там интересных мест. Есть где походить, погулять, есть где покататься на велосипеде. Но мы туда дойдем пешком. Это у нас здесь совсем рядышком. В следующем видео, дорогие друзья, мы увидим с вами Измайловский парк. Замечательный пруд в Измайловском парке. А на сегодня я всем ждала отличного настроения, здоровья, добра, позитива. И мы совсем скоро увидимся с вами вновь. Пока-пока. Убегая от снов и от прожитых лет Все равно ты себе не изменишь И от жизни возьмешь Только то, что тебе даст Господь И ни больше, ни меньше Огляни за собой Сколько в жизни сплелось Спасибо. Продолжение следует...